В Москве проходит 15-й ежегодный благотворительный фестиваль «Я верю в погоню за счастьем». Название идеально отражает концепцию проекта «Нет ничего сильнее веры». И каждый год организаторы пытаются раскрыть новую грань веры, способную вдохновить и дать сил тем, кому не хватает любви и поддержки. Самая главная идея мюзикла, что счастливым человек может быть вне зависимости от времени, в любой момент. Для этого нужно очень мало, только сердце человека. Вот если сердце человека готово к принятию вот этой божественной любви, то он становится моментально в этот момент уже счастливым и готов делиться этой радостью со всем окружающим миром. Даже когда ты что-то ожидаешь, все равно всегда удивляешься. Здесь умеют удивлять. Один раз я выхожу на сцену, и у меня получилось круто сыграть, представляете? Вот это очень интересный, он незабываемый опыт для меня. Вот это счастье. Вот получать, отдавая энергию туда, в зал, получая ее обратно, приумноженной, стократно. И опять отдавая, опять получая. Вот когда есть контакт, такой прямой со зрителями, для меня, для актера, это всегда счастье. Ты начинаешь задумываться вообще и о смысле жизни, и о своем будущем, и о счастье, и о самой постановке. Детям и подросткам удается на понятном языке, в доступных категориях, доносить до своих сверстников нечто глубинное, нечто неприходящее и вечное. Этот проект уже повторяется. В прошлом году мы делали точно такой же спектакль, и так как были большие отзывы, феноменальный успех, то решили повторить. Для меня самое запоминающееся было вот в этом году, когда я зашел, и все дети прибежали и начали прыгать. Гея, 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 гея вокруг. И пока я шел до гримерки, это длилось минуту реального времени, наверное. Это запоминающаяся история, потому что это такой чистый момент, светлый, потому что я сам люблю хулиганить, и внутреннего ребенка своего не отпускаю. И здесь. Здесь же ты окунаешься в детство заново. Немножечко это пугает в том смысле, что есть такой момент, что не слишком ли это как-то по-детски, но потом вспоминаешь, что это же исполняют, собственно, дети, а им это присуще. И когда получаешь отзывы с репетиции о том, что да, да, это про нас, это все там, это, ну, очень круто. А как автору приятно окунуться в эти светлые, добрые эмоции. Во время проведения фестиваля у нас несколько детей нашли своих родителей. Вот, вот прямо в зале. В этот день их готовы были усыновить, к нам вышли, мы договаривались, и вот, в общем-то, соединили их с руководством. А также мы исполняли мечты некоторых наших героев. Когда они выходили на сцену, мы исполняли со своими артистами эти номера. То есть у нас участвуют всегда звезды в мероприятии. Было очень трепетно и волнительно, когда они выходили, и понимали, что это не просто для них выступление, а это еще и частичка исполнения их мечт. Вот это, конечно, как-то очень трогательно для нас. Мне кажется, что мы, взрослые, в этом должны немножко помогать этим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!